Здравствуйте! Самые заметные события жизни Хабаровска в программе «Город сегодня». Сейчас в Хабаровске в добровольных народных дружинах состоят 118 человек. В прошлом году добровольцы помогали полицейским охранять общественный порядок на 48 массовых мероприятиях. Четыре спасательных поста будут работать на берегу Амура в Хабаровске летом. Следить за безопасностью отдыхающих на пляжах выбрали 16 человек. Они уже прошли обучение и заступят на дежурство в конце мая. Хотя купаться во море Роспотребнадзор не рекомендует. Горожане все равно заходят в воду. Спасательные посты будут оборудованы на городской набережной в районе Дальдизеля, Амуркабеля и на базе отдыха «Дельфин». Городское управление полиции отмечает юбилей. 10 лет назад было принято решение о создании отдельной структуры. Лучших полицейских Хабаровска поздравил Сергей Кравчук. На торжественном приеме мэр вручил им благодарности. Награды получили действующие сотрудники и ветераны службы. Более десятка домов сегодня утром в Хабаровске остались без отопления. Это информация единой городской диспетчерской. На улице Репина отопление отключили в одном доме. Произошла локальная авария, лопнула труба на воде в дом. Массовое отключение произошло в Северном. На улице Убаревича батареи внезапно остыли ночью. В зоне отключения девятиэтажки, несколько домов частного сектора и детский сад. Отключению отопления жильцы наверняка рады, но вместе с отоплением исчезла и горячая вода. Причина та же авария – поврежден транзитный трубопровод. Ремонтом занимаются тепловые сети. Холодная вода сегодня подается во все дома без перебоя, но есть проблемы с электроэнергией. Авария на подстанции Южного микрорайона оставила без электроэнергии большой жилмассив. Без света дома на пятой площадке. Это улицы Вологодская, Халтурина и другие. На место с утра прибыла аварийная бригада Хабаровской горы электросети. Выясняют, почему исчезло питание на подстанции. Когда удастся завершить ремонт, не уточняются. Китайские продукты на ярмарке выходного дня будут маркировать. Такое предложение к фермерам поступило от участников общественного совета при Краевом комитете потребительского рынка. В этом году сезонная торговля местными продуктами будет идти на двух площадках. Первые прилавки откроются уже 4 мая. С подробностями наши корреспонденты. Первые прилавки с фермерской продукцией откроются 4 мая возле торгового центра Выборский. Количество лотков будет таким же, как в прошлом году. На улице фермерам предоставят 246 мест, еще 54 внутри комплекса. Торговля на этой площадке начнется в субботу в половине 9 утра и будет проходить каждые выходные до конца октября. На прилавки выложат традиционные овощи, молочную продукцию, мясо и рыбу, мед, ягоды и грибы. Впрочем, опыт последних лет показывает, иногда фермеры, у которых закончились свои овощи, едут пополнять запасы на продовольственных базах. В итоге на прилавках появляются китайские овощи. Наши специалисты на местах, в районах выезжают к фермерам, выезжают к продавцам, которые доказывают, что это их личная продукция, смотрят, где хранится, как хранится и подтверждают нам, что действительно у этого фермера или у этого продавца есть своя продукция. Торговать на ярмарке китайскими овощами законом не запрещено, хотя организаторы обещают, что все будет с местных полей. От участников совета поступило предложение привозную продукцию маркировать. Покупатели просят также снизить цены на фермерские продукты, но повлиять на стоимость нельзя, отмечают в Краевом комитете торговли. Если бы у нас появилась возможность выделять деньги из бюджета Хабаровского края, то наверняка мы поставили бы условие, что, допустим, предельные цены на какие-то виды продукции, такие-то, выше не торговать. И мы в этом смысле даем возможность арендную плату снизить до такого-то уровня. Тогда это, возможно, была бы такая постановка вопроса. Второй площадкой для ярмарки выходного дня станет «Экодом». Прилавки с фермерскими продуктами в центре города откроются 11 мая. Виталина Кондрахина, Ксения Брониславская, Семен Сахно, телеканал «Губерния». Каникулы, тепло и солнце, свободное время хочется проводить только на свежем воздухе. Если не держат домашние дела, можно отправиться на загородную прогулку. Базы отдыха предлагают разные развлечения для посетителей. Потренировать ловкость и просто повеселиться можно в веревочном парке. Билет для взрослого обойдется в 250 рублей в час, детям на 100 рублей дешевле. Если непонятно, за что цепляться руками и куда переставлять ноги, можно взять инструктора. Его услуги стоят 100 рублей. Час прогулки верхом на лошади с полным инструктажем стоит 1000 рублей. Небольшая прогулка на квадроцикле по дорожкам в окрестностях Хехцира стоит от 2000 рублей. Размер оплаты зависит от времени прогулки. На майские праздники синоптики прогнозируют дожди, но это не повод отказаться от выездов на природу. И если нет своей дачи, можно арендовать уютный домик на одной из баз отдыха в пригороде Хабаровска. Экопарк Воронеж предлагает номера разной комфортности. Можно снять номер в гостинице или целый коттедж. Ночевка на берегу Амура будет стоить от 3000 рублей. В районе Хехцира есть база отдыха «Мамина дача». Предлагают снять домик с видом на пруд в лесу за 4000 рублей. Он четырехместный, но за дополнительную плату можно разместить еще пару человек. Домики типа охотничьего зимовья можно арендовать на базе отдыха хуторок возле Гаровки. Стоить это будет от 3000 рублей. Есть и другой вариант установить на лужайке свою палатку. Место под нее обойдется в 700 рублей. Олимпийский чемпион по боксу Вячеслав Яновский проведет несколько тренировок для краевой сборной. В начале мая Хабаровск готовится принять крупный международный турнир. Именитого тренера пригласили, чтобы дал наставление боксерам. Советы чемпиона в репортаже Данила Маевского. Сокращаем количество раундов. Сужаем. Только по состоянию здоровья. Но три последних раунда мы рвем на мешке. Вячеслав Яновский дает установку на предстоящую тренировку. В подготовке спортсменов олимпийский чемпион использует свои технические наработки. Главным в методике считает индивидуальный подход. Вот сегодня мы работали с Ильей утром рано. Я говорю, Илюша, а почему ты не бьешь вот этот удар и этот? Он говорит, мне никто не учил. Я говорю, ну давай попробуем просто. Он говорит, и правда хорошо. За свою любительскую карьеру Вячеслав Яновский становился серебряным и бронзовым призером чемпионатов Европы. А в 1988 году завоевал золото на Олимпиаде в Сеуле. Сейчас возглавляет Белорусскую федерацию бокса. Коллеги по спорту пригласили в Хабаровск, чтобы дал наставление сборной перед серьезным турниром. Вячеслав Евгеньевич как-никак крутится в верхах бокса, мирового бокса масштаба. Поэтому как бы решили пригласить и посмотреть, как вообще тренировочный процесс пойдет, как подготовка пройдет, как выступят наши ребята на ближайшем турнире Короткова. Очень дисциплинированная, знает цели, задачи, это самое главное. Знает упражнения, которые будут способствовать развитию боксеров разносторонние. В сборную Хабаровского края по боксу вошли 8 перспективных спортсменов региона. В этом году они будут выступать отдельно от сборной Дальнего Востока на международном турнире памяти Константина Короткова. Он пройдет в Хабаровске с 7 по 12 мая. Данил Маевский, Павел Павлов, Телеканал Губерния. Вы смотрите город сегодня. 30 апреля 1897 года было принято важное для горожан постановление. Вольному пожарному обществу Хабаровска власти выделили 500 рублей на ежегодное довольствие. Это исторический факт. Первая добровольная дружина появилась в 1895 году. В те времена Хабаровск был в основном деревянным. Пожары случались едва ли не каждый день. Тушили их на конном ходу. На повозке возили по городу бочку с водой. Рабочие руки нужны были постоянно. Поэтому и назначили добровольцам денежное довольствие. Дружинники работали наравне с городской пожарной командой. В их составе были, например, трубники, лазальщики, топорники и багровщики. Лазальщики спасали людей и животных. Трубники охраняли от огня соседние постройки. Только в начале 20 века дружинники приобрели паровую пожарную машину, которая заменила конные экипажи. Завтра у многих взрослых хабаровчан начинаются майские каникулы. Школьники отдыхают только 1 мая. И это тот самый день, когда среди недели можно отдохнуть всей семьи. 1 мая в Хабаровске – это традиционное праздничное шествие с шарами, цветами и часто в ярких костюмах. Предприятия города обычно стараются придумать что-нибудь необычное. Шествие начнется в 11.15 от площади Ленина и завершится на Комсомольской. После самой массовой прогулки можно спуститься на набережную. Там для горожан приготовили разные развлечения. 1 мая в Хабаровске начинается жизнь в летнем режиме. В этот день на улицах города начинают торговать кукурузой, мороженым и квасом. В парке «Динамо» сезон открывает летняя эстрада. В течение дня на сцене будут выступать танцоры, певцы и музыканты. А вечером праздник весны сместится к прудам. В 20.00 торжественно включат фонтаны. А как стемнеет, можно полюбоваться первым в этом году лазерным шоу. В субботу, 4 мая экскурсия по научной библиотеке. И вовсе она не скучна. Если вы решитесь прийти, не прогадайте. Библиотека находится в старинном особняке и нетронутые частички истории сохранились там, куда не могут попасть обычные посетители, но вас проведут. В старинных коридорах библиотеки вы узнаете удивительные факты о Хабаровске и людях, которые жили в городе в начале 20 века. Это была программа «Город сегодня» о жизни краевой столицы в событиях, людях, цифрах. Информационная служба телеканала продолжает свою работу. Увидимся в городе. Счастливо!